всем привет сегодня у меня в гостях вот такой вот переносной внешний жесткий диск vd elements western digital и посмотрим что с ним случилось полтора тура байта хуё-моё как говорится коробочка он мне достался бесплатно ну по думаю всем понятным причинам с коробкой и даже с документацией сам жесткий диск юсб кабель и блок питания коробка шикарная посмотрите в коробку можно присесть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять жестких дисков при этом не выкидываю ничего из родной комплектации даже не 9 а больше а тут вот их а нет ну 9 короче вот черстве с коробкой давайте посмотрим на накладную с чеком от него тут посмотрим частично никс рязань вот столько он стоил собственно говоря вот наименование за полтора терабайта 2400 рублей посмотрите какая дата 2011 год что такое в 2011 году полтора терабайта и что такое 2400 вы понимаете насколько мы в заднице вы в заднице россия в заднице вы понимаете что в 2011 году полтора терабайта стоил вот столько а посмотрите сколько стоит сейчас 9 лет прошло ребята вот кстати это инструкция даже есть и так ну думаю понятно почему мне этот диск отдали потому что он посыпался вот так выглядит карман я его открыл снизу крышка держится на защелках вот так вот он выглядит изнутри вот такие резиночки опорные держит они как бы и вибрацию поглощают и и защиты какая-никакая все-таки обратите внимание здесь установлен обычный саташный жесткий диск и контроллер то есть сюда можно поставить все что угодно собственно говоря сюда я уже поставил другой жуткий диск тоже western digital на 1 терабайт почему я так сделал потому что у меня то компьютеров в которой не стыдно поставить один терабайт жесткий диск поэтому я сделал его внешним пускай он лучше будет внешним чем в компе а комп и которые мы есть этим ведром за глаза 500 гигов хватит который у меня тоже есть для всех кто спросит а какой смысл а таких больших жестких дисков давно уже можно взять ноутбучные и не париться а все преимущество таких дисков в том что их можно подключать в слаботочные порты то есть в передние разъемы на компьютере в ноутбуке потому что питается она внешнего питания потому что у матери тоже есть внешние жесткие диски но на себе покупала все ноутбучные и есть проблема через передние порты питание постоянно отваливается назад тянутся ой как неудобно но как ни странно у нее все маленькие у нее сейчас их три маленьких и вот купили еще один короче вот тоже большой только сидит и пока еще ни один не посыпался и никаких признаков того что он усыпется нету кстати давайте таки закроем это давайте прикроем шишки какашкой все вот так вот он защелкивается кстати этот тарабайтник легче гораздо тут один блин а тот который стоял здесь их два судя по всему или три родной диск тяжелее особенность этого кармана еще в том что он начинает работать только при подключении usb то есть мы втыкаем питание диск молчит когда мы воткнем юсб он раскрутится начнет работу юсб кабель тоже кстати вы стран digital прямо на шнуре промаркировано отличный провод хоть и не юсб 30 кстати заметили что тут не 30 здесь 20 вот такие вот устаревшие технологии сатойтесь можно поменять жесткий диск и сам по себе карман как бы отличного качества не то что некоторые покупные китайские по типу покажу какого по типу вот такого вот который выглядит как ни пойми что вот вот это топ карман именно карман что стояла внутри видите он весь черный на коробке не сказано что там стоит за диск так может быть blue может быть black а здесь ребята стоял вот этот вот понос да 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 именно вот тот самый понос green зеленая серия почему понос потому что меня есть знакомые у которых сыпались такие диски видеонаблюдение ну и кто наш находил такие диски они были мертвые посыпаны и с этим даже участь он не то чтобы посыпался у него жутко медленные сектора то есть я не помню сколько там миллисекунд это коричневый или оранжевый если по виктории вот я начинаю сканировать просто сканировать виктории поверхность там все медленные вообще все и при скане он сканируется и буквально там на первых процентах отваливается и не хочет сканировать пробуешь низкоуровневое форматирование он его начинает один процент прошел за всю ночь и он отвалился он не хочет вообще ничего он хочет просто наверное быть с данным в металл причем если посмотреть на эту сторону платы типа золоченные контакты на них окислов нету или омедненные не знаю но они не окислены то что бывают диски на дисках контакты окисляются тогда его здесь вот тоже все по окисленным здесь все чистенькая тем более внутри вот этого бокса вне сырой квартире нормальный то есть это не контакт это хана именно диску но блин 9 лет кто-то скажет на что ты хотел за 9 лет а то что то что стоит сейчас здесь примерно того же возраста есть диски которые и по 15 лет работают чуть не оторвал ничего а этот не справился за 9 лет хотя есть такие которые и 9 лет уже не отрабатывают сожалению давайте подключим через эту штуку поскольку тот карман я уже собрал посмотрим что он себя представляет заказала себе такую летом на алиэкспрессе втыкаю питание как раз от того бокса блок питания подходит по моему это если не ошибаюсь двухампер ник или два и пять включаем долго раскручивающийся кстати такие диски используются как правило в регистраторах или под файлопомойку сколько тут оборотов я не посмотрел еще вот такой на нем пробег я вам скажу что блин это обычный пробег он не имеет права на таком пробеге в получается где-то два годика общего пробега типа два года непрерывной работы просто вот так вот сдохнуть это как сказать это зашкварно я знаю харды которые гораздо больше работают и насрать вот пожалуйста его smart он заметил странную закономерность когда кто-то пытается выпендриться типа мы за экологию у них все время получается говнище вот эти вот харды это что apple учудили сейчас с двенадцатыми айфонами где зарядка в комплекте ребят какая нахуй экология вы чё куку если вы хотите заботиться об экологии штрафуйте пользователей которые чехлы выкидывают зарядки то не выкидывают выкидывает чехлы вот так всем пока не покупайте такие харды green говно